В эфире новости на 9-м канале. В студии Ирина Калашникова. Здравствуйте! В селе Новостроевка 1-я Грайворонского гурокруга. Мирные жители ранения не получили. Еще три семьи лишились жилья после атаки украинских БПЛА на село Петровка Белгородского района. Здесь также обошлось без раненых. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сферах сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, на обрабатывающих производствах, добычи полезных ископаемых, в деятельности гостиниц и предприятий общепита, в торговле и ремонте авто. Самая высокая номинальная начисленная заработная плата за шесть месяцев этого года отмечена у сотрудников организации профессиональной, научной и технической деятельности. Самая низкая у тех, кто совершает операции с недвижимым имуществом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ближе к Богу. Жители Старооскольских ПВР, перебравшиеся к нам из опасных районов области, стали прихожанами местных храмов. Для многих из них обращение к вере – главная опора в надежде на скорое возвращение домой. Соседи из Приграничья уже побывали в Свято-Троицком храме, Александроневском соборе и доме-музее священного мученика Ануфрия. В этот раз помолиться отправились в Ильинский храм. Месяц назад 12-летняя Ульяна Зуенко вместе с бабушкой Екатериной из Граеворонского района вынужденно перебрались в Старооскольский ПВР. Как и многие эвакуированные, с собой успели взять только документы и самые необходимые вещи. В 2022 году племянник семьи ушёл на СВО, а в марте пришло известие о его гибели. Вера – это то, на як. Всё равно должен человек верить. Всё равно у нас уже года такие, что мы к храму ближе. Такую обстановку. Мы за здравие ставили, матрёнушку ставили, за упокой ставили. Близкому мы ставили дедушке и ставили у нас погиб племянник. Денис Абраменко из Козинки. В ПВР молодой человек с инвалидностью уже пятый месяц. Вспоминает, как в день эвакуации ехал на работу. Начались обстрелы сильнее обычного. Сейчас, надеется, поскорее вернуться домой. Чтобы будет тихо, спокойно. Чтобы можно было назад вернуться, ну, не под обстрелом. Надеюсь, что будет закончиться поскорее. Чтобы такого больше не было. Жители Староскольских ПВР уже побывали в доме музея священномученика Ануфрия, в музее духовного подвижника Алексея Станина и в Александроневском кафедральном соборе. В Ильинском храме Протеирей Василий Истомин рассказал им о православной истории Старого Оскола. Здесь был женский монастырь. Здесь было по улице Ленина много храмов, скажем так. Здесь, сюда был сослан в 30-м году епископ Ануфрий Гоголюк. Он болел, ну, студентом. И болезнь так шла к смерти. И ему было видение, явился Ануфрий Великий, такой египетский подвижник. И он ему сказал, ты вот принёшь постриг, и что постриг принялся в честь меня, Ануфрия Великого. Участник Староскольской тиробороны и заместитель атамана местного казачьего общества по православной вере Алексей Голдаев уже около года помогает жителям ПВР посещать местные храмы и святые места. Вдали от дома и переживая за будущее, без веры нельзя, уверен казак. Мы стали проводить такие паломнические поездки. В такое время для нас мы решили показывать, что у нас есть хорошие места церковные, которые можно в дальнейшем сделать, по ним и другие паломнические поездки. Сейчас, мне кажется, надо быть ещё больше к Богу. Места для посещения жители ПВР выбирают сами. В следующий раз решили отправиться к Бабанинскому роднику. Анастасия Проурзина, Евгений Левошко, Елизавета Ачкасова, 9 канал. Аскольчанки Фаина и Евгения Ташмановы стали лауреатами третьего всероссийского конкурса патриотической песни «Время героев». Композиции староскольских авторов «Белгород живи» и «Мы всегда на коне» прозвучали на главной сцене города Уфы, столицы Республики Башкортостан. Исполнили песни солисты ЦКР «Молодёжный» Михаил Шабашов и Антон Клёван. В этом году на конкурс «Время героев» поступило более 300 заявок из 36 регионов России. Жюри под руководством заслуженной артистки России Ольги Кормухиной присвоила диплом лауреата второй степени в номинации «Автор слов» Фаине Ташмановой. А её мама, наша коллега, журналист 9 канала Евгения Ташманова, отмечена специальным призом конкурса за проникновенность и высокое музыкальное мастерство. Поздравляем земляков! К другим темам. Курсанты военно-патриотических клубов Белгородщины отправились в Подмосковье. Там 36 ребят, которые показали лучшие результаты в своих объединениях, совершили то, к чему готовились долгое время – прыжки с парашютом. В Белгородской области из-за оперативной обстановки полёты запрещены, поэтому фонд «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Скотча уже второй год возит курсантов на аэродром Волосова. Каково это – сделать шаг в небо? Смотрим. Молодые. Некоторые совсем мальчишки. Но, несмотря на возраст, будущее они для себя уже определили. Занимаются в военно-патриотических клубах, проходят необходимую теоретическую и физическую подготовку. Тренируются в том числе, чтобы совершить прыжок с парашютом. Такой опыт – большое преимущество. Ребята планируют попасть в воздушно-десантные войска. Егор занимается три года. В прошлом уже побывал на аэродроме Волосова, чтобы впервые покорить небо. В полёте первые три секунды свободного полёта просто ощущаешь, что ты не можешь даже говорить. Там надо кричать 501, 502, вот это кольцо, отчёт. Но ты себя даже не слышишь, хоть сколько ни кричи. Сейчас ещё больше желания прыгнуть, потому что уже ощущал эти эмоции все. Среди курсантов немало и перворазников, как их называют инструкторы. Для них это поездка – шанс испытать себя. Вечером перед долгожданным событием – обязательный инструктаж, сдача нормативов и примерка парашютов. Комплект оборудования включает в себя основной купол и обязательную запаску. Весит всё более 20 килограммов. Согласитесь, без должной физической подготовки долго с таким не побегать. Но для наших ребят это мелочь на пути к исполнению своей мечты. Мне прям интересно, охота, прям настрой боевой, всё как надо. Не страшно? Вообще ни капли. Из-за оперативной обстановки в Белгородской области небо закрыто. На подмосковный аэродром наших ребят привозят уже второй год, чтобы после занятий с тренером юноши, которые в будущем тоже посвятят свою жизнь служению Родине, смогли совершить прыжки с парашютами. Помогает в этом военно-патриотическим клубом региона фонд «Поколение». Приехало 36 курсантов. Это лучшие курсанты из Белгородской области. 14, 15, 18 лет включительно. Ну, то есть это ребята, которые вот в ближайшее время будут готовиться в ряды вооружённых сил Российской Федерации. Время 7 часов утра. Курсанты уже садятся на борт самолёта Ан-2. Летят они так рано, потому что сейчас самые благоприятные погодные условия. Штиль. Курсанты уже садятся на борт. Садятся на борт. Незабываемые, неописимые ощущения, конечно. 800 метров вроде бы много, а время прилетело очень быстро. Эмоции зашкаливают, адреналин, приземление мягкое очень, все как учили, все отлично прошло. Четвертый прыжок прыгал, немножко стропы закрутились, но ничего, ручками их раскрутил. Штиль вообще, ветра нету, небо спокойное. Впечатление незабываемое. Вот сейчас хочется еще и еще прыгать. Очень круто, мне понравилось. Приземлились они уже не мальчишками, а настоящими мужчинами. Руководители военно-патриотических клубов вручили курсантам тельняшки и береты, как символ того, что с небом они теперь на ты. Поездки по Старому Осколу и за его пределы грузоперевозки, доставка документов и продуктов. Такси «Максим» уже 10 лет помогает старооскольцам делать жизнь комфортней. Сейчас для новых клиентов действуют специальные предложения. Руслан Ильков возле Старооскольцев уже 8-й год. В такси «Максим» пришел работать после переезда в наш город из Ямала-Ненецкого автономного округа. В сервисе ценят постоянное общение с людьми, дружный коллектив и свободный график работы. В такси «Максим» прозрачные тарифы. То есть вы видите, откуда и куда вы едете, какая стоимость заказа. Ну и всегда на связи директорно. Самые удобные, выгодные условия работы в данном сервисе. Тарифы в такси «Максим» вариативны. Есть эконом и комфорт. Для компании можно заказать минивэн, а грузчики помогут с переездом. Можно заказать грузовое такси, но сделать это лучше заранее. Также сервис улучшает услуги доставки. Можно заказать документы, доставку или каких-то вещей. Если тариф купим и привезем. Если кому-то нужны какие-то продукты в магазине, может быть, медикаменты в аптеке. С 1 сентября в России вводят обязательное страхование пассажиров такси. В «Максим» уже давно действует собственная программа как для водителей, так и для пассажиров. Максимальная сумма страховой выплаты – 2 миллиона рублей. В мае пострадавшему водителю выплатили 30 тысяч рублей. А в феврале пассажиру – 15 тысяч. Комиссия по выплатам рассматривает каждый случай и оперативно принимает решение, когда его выплатить и какая будет сумма. Процесс не затягивается. Пострадавшие получают эти выплаты в кратчайшие сроки. Цены на такси по сравнению с маршрутками за год выросли всего на 9%. «Максим» – это крупный сервис, который работает в городе Старый Оскол с 2014 года и старается сохранять цены, доступные для пассажиров нашего города. Пассажиры хорошо знакомы с нашим брендом, они доверяют ему, поэтому заказов много и водители не теряют при этом привык. Мы готовы к сотрудничеству и с другими таксопарками. Можем предоставлять доступ к банку наших заказов на коммерческой основе. Для новых клиентов в «Такси Максим» действует премиальная программа. Промокод «Аскол» дает 1000 рублей на поездки. Оплатить ими можно 10% от суммы заказа. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Выставка-ярмарка «Элеганс» вновь в Старом Осколе. Она пройдет с 29 по 2 сентября во Дворце спорта «Аркада». Мы заканчиваем жаркий сезон большой распродажей. По выгодным ценам у нас можно приобрести платья и блузки из Белоруссии, пижамы, халаты, ночные сорочки, шорты, футболки, носки. А заодно мы подготовим вас и к первым холодам. В ассортименте ярмарки – мужские и женские ветровки, свитера без рукавки. «Элеганс» предлагает одежду для всех возрастов. Размерный ряд у нас практически безграничен. Опытные продавцы-консультанты помогут определиться с размером. В ассортименте ярмарки – изделия от фабрик Белоруссии, Узбекистана и России. Узбекский трикотаж давно не нуждается в представлении, как и постельное белье из Иванова. «Приехали к вам с трикотажем ивановским и узбекским. Как всегда, мы не меняем свою политику. Привезли очень качественно, 100% хлопок и не линяют при стирке. Наши производители сейчас порадовали нас очень широким ассортиментом платьев трикотажных и штапеля. И также блузки есть и брюки». У этих производителей ткани натуральные. Постельное белье, махровые простыни, полотенце. На выставке много домашнего текстиля. А еще подушки, пледы, покрывала. Распродажа распространяется на весь ассортимент. Самые щедрые скидки пенсионерам. «Здесь я приобрела четыре наволочки. Я синтетику не беру. Нет. У меня оперированный весь организм. Я только все-все перещупаю и только тогда набираю. А так синтетикой я не дружу. Я сейчас купила натуральные наволочки. 100% хлопок». «Постельное белье у нас производитель Иванова. Производство из чистого хлопка. Имеются разные размеры. И также у нас расширился ассортимент детского постельного белья». Ждем вас с 29 августа по 2 сентября включительно во Дворце спорта «Аркада» с 10 утра и до 18 часов. Сегодня Анастасия Праурзина. Здравствуйте. Последний месяц лета близится к концу, а курортный сезон в России еще в самом разгаре. На берегах Балтики среднесуточная температура превышает нормы на 24 градуса. В Краснодарском крае, Крыму, Ставрополье и Дагестане основная погода сопровождается ливнями и грозами. Температура воды при этом комфортна для купания. Погода в Старом Осколе тоже располагает подыху на пляже. В четверг, 29 августа, днем 30-31 со знаком «плюс». К вечеру температура опустится до плюс 23. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 752-754 миллиметра протузного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин